всем привет перед просмотром подпишитесь на наш канал чтобы не пропускать самое интересное в возрасте 72 ушел из жизни лауреат государственной премии р.ф. режиссер александр кривонос об этом сообщает санкт-петербургский государственный институт кино и телевидения александр кривонос начинал свою творческую деятельность на ленинградской студии телевидения был в числе создателей знаковой программы пятое колесо также он снимал фильмы среди известных его работ малевич преображение глухая улица русский авангард роман с революцией кроме того он писал сценарии продюсировал ленты с 2002 года александр кривонос стал преподавать санкт-петербургском государственном институте кино и телевидение на кафедре режиссуры телевидения заслуженный артист россии хореограф и педагог владимир кирсанов скончался в возрасте 73 лет от коронавируса об этом сообщил актер ефим шифрин facebook володенька дорогой прямо причитать хочется остановится ли когда-нибудь этот проклятый к вид теплый безгрешный человек самый улыбчивый из всех танцоров написал он владимир кирсанов родился 13 августа 1947 года он окончил государственное училище циркового и эстрадного искусства имени румянцева после чего работал в москонцерте росконцерте ансамбле песни и пляски мвд ссср в 1985 году он создал степ компанию владимира кирсанова более того кирсанов был балетмейстером телевизионных передач голубой огонек и утренняя почта кинофильмов мы из джаза зимний вечер в гаграх утомленные солнцем благословите женщину карнавальная ночь 2 а также постановок в театре имени ермоловой театре российской армии в 1995 году он получил звание заслуженного артиста россии он также был профессором российской академии театрального искусства оперный певец и народный артист ссср евгений нестеренко скончался на 84 году жизни об этом сообщает тасс со ссылкой на генерального директора благотворительного фонда поддержки музыкального искусства фонд елены образцовой наталью игнатенко по ее словам фонд поступило письмо от семьи певца в котором говорилось что он умер в вене после госпитализации с тяжелой формой заражения коронавирусом ковид-19 в ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничьи здоровья и даже жизни у нас карантин и приняли решение об отказе от публичной церемонии встреч с близкими на ближайшее время приводятся выдержки из письма как отметила игнатенко в соответствии с последней волей певца его прах будет захоронен в россии посольство россии в вене выразила соболезнования семье нестеренко российский посол в австрии дмитрий любинский написал в фейсбук что сотрудники дипмиссии глубоко опечалены известием о смерти оперного певца ушел из жизни потрясающий настоящий очень тонкий человек знали очень ценили и любили евгения евгеньевича многие годы в памяти останутся удивительные встречи и огромное музыкальное наследие нестеренко а с нами его ученики добавил дипломат евгений нестеренко родился в москве в январе 1938 года с 1949 по 1955 год жил в челябинске где окончил школу с золотой медалью затем два года был курсантом военно-морского факультета ленинградского инженерно-строительного института после чего перешел на факультет промышленного и гражданского строительства получив диплом инженера-строителя в 1961 году в течение года работал прорабом еще в студенческие годы начал брать уроки пения у педагога и певицы марии матвеевой винбергер в 1965 окончил ленинградскую консерваторию имени римского корсакова в период с 1963 по 1967 год был солистом ленинградского малого оперного театра в следующие два года ленинградского театра оперы и балета имени кирова с 1971 по 2002 год был солистом большого театра мистеренко преподавал вокал в ленинградской консерватории московском музыкально-педагогическом институте имени гнесиных и венской консерватории в московской консерватории имени чайковского вел класс и был заведующим кафедрой сольного пения за За время карьеры артист успел выступить на лучших сценах мира, среди которых Метрополитен Опера, Ла Скала, Ковендгарден, Колонн, Лесеа, Немецкая, Баварская и Гамбургская государственные оперы, Венская государственная опера и Опера Сан-Франциско. Был участником оперных фестивалей в Саванлине, Финляндия, Арена Диверона, Италия, Брегенцы, Австрия и Оранжи, Франция. Нестеренко исполнил более 80 ролей в операх, в том числе 21 оперную партию на языке оригинала, а также стал автором более чем 200 публикаций, книг, статей и интервью. В последние годы жил в Вене и в Москве. Артисту достоился большого количества наград, премии и званий. В 1976-м получил звание «Народный артист СССР», а спустя 12 лет ему вручили награду «Герой социалистического труда». Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии «Сатра», Виталий Стримовский умер после заражения коронавирусом на 75-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС в пятницу его сын Илья Стримовский. Папа умер. Причиной стал коронавирус, сказал собеседник агентства. Информация о дате и месте прощания и похорон будет известно позднее. Стримовский родился 13 июня 1947 года в Москве. Окончил школу-студию «МХАТ». В 1972 году поступил в труппу Театра Советской армии с 1993 года Театра Российской армии. В 1986 году получил режиссерское образование в Театральном училище имени Щукина и поставил ряд спектаклей, некоторые из них «Схватка», «Старые холостяка-распутники» шли на сцене «Сатра». В 80-е годы Стримовский руководил Театром студии исторического факультета МГУ. Преподавал актерское мастерство в Институте современного искусства, был художественным руководителем, доцентом творческой актерско-художественной мастерской в Московском государственном университете культуры и искусства.